всем привет добро пожаловать на мой канал буду сегодня делать малюсенький такой крошечный видео обзорчик на этого котика почему сейчас расскажу надеюсь вам будет интересно итак получила я вот такой вот заказ и честно это самая сложная роспись на котике которую я делала вроде бы ничего такого да ну как бы хороший котик вот все у него замечательно но не все так просто на самом деле сейчас расскажу вам в чем чем загвоздка было обычные сфинксы да вот они какие они бежевого оттенка то есть я отливаю телесного котика прорабатываю складочки что-то там еще добавляю какой-то синеву какой-то носик и собственно говоря все бывают сфинксы серенькие например полностью тогда я полностью отливаю серого котика что-то прорабатываю складочки что-то добавляю и все бывают котики бежевые с какими-то пятнышками собственно говоря тогда я тоже отливаю бежевого котика прорабатываю складочки добавляю пятнышки и в общем то все здесь же ситуация такая это был портретный котик мне заказали портретного котика заказали в казахстан нюанс в том что у котика бежевые брюшка где-то в ушках есть бежевая и по тельцу он вот то что я увидела на фотографиях он просвечивается да то есть есть подсветка бежевая вода оттенка а все остальное у него серые даже лапки поэтому я долго думала каким его отливать в итоге отлила его бежевым вот бежевым и начала прорабатывать ему все остальное вот тельце серым оттенком но так чтобы еще и светилась если просто брать серый силикон и там кисточкой закрашивать то будет все в разводах силикон очень специфичный в росписи вот как краска да то есть он не просто краска он гель красящий гель и если просто его наносить если сильно густ просто вот наносить густо чтобы он там растекался будут потеки будут пятна какие-то будет некрасиво очень будет грязно если каким в общем я честно говоря очень намудох колосе я не знаю на этом котике наверное слоев 20 а может быть и больше то есть мне надо было чтобы выровнять вот этот вот то чтобы все было вот прям как у настоящего котика плюс складочки плюс вот просвечивается видите бежевая такой бархатный эффект я очень довольна этой работой честно не жалею что взяла потому что такой бесценный опыт тяжело было с ним работать но классный очень получился очень очень я довольна надеюсь его хозяйка тоже будет довольна прикреплю обязательно фото который мне скинул заказчик заказчица вот чтобы вы могли увидеть сходство мне кажется в принципе с работой я справилась еще не показывала заказчица но надеюсь ей понравится теперь немножко расскажу о самом котики отлит он из очень мягенького силикона тем кто спрашивает каким силиконом я отливаю я работаю только экофлексом это американский силикон на платиновой основе по поводу номера экофлекс есть 10 20 30 есть определенные добавки ни один художник никогда не один литейщик вроде никогда не поделится с вами рецептом его силикона потому что это мой силикон я отлила 10 ведер чтобы дойти вот до этого рецепта это моя смесь и она моя то есть этим секретом я делиться не буду это точно даже не спрашивайте все что нужно знать что он отлит из очень качественного силикона он прочный он отлично тянется кстати тянуть я не советую потому что можно ну то есть чуть-чуть можно но если сильно сильно растягивать можно собственно повредить цвет повредить краску он вот прям супер супер мягенький видите какие складочки клёвые вот здесь чуть-чуть приоткрыть ротик у него там есть язычок все серенькое пузик бежевый это девочка вот хотя у заказчица по моему мальчик но у меня к сожалению только девочки вот глазки у нас кабошон чеками зеленые зелено-желтые больше такие очень красивые глазки кстати они первые ушли вот я заказывала там 5 пар грубо говоря синие голубые зеленые вот этих уже нет вот эти последние я поставила еще что хочу сказать по поводу серых оттенков черных серых на собачках на котиках будьте готовы к тому что кое-где будет просвечиваться пудра почему потому что пудра белая котик серый и кое-где вот будет такое как напыление видно она потом вымоется конечно но пиа первый период она будет ну обязательно будет на бежевых котиках это не видно вот на темных особенно на черных вот я черный не хочу никогда брать не хочу никогда делать и всегда предупреждаю что будет такой нюанс особенно если там сожмете да то есть сразу будет видно пудра вбитая в гель вот такой вот котик надеюсь он вам понравился я сама этих сфинксов очень люблю тоже делала их на одном дыхании лепила поделилась вам немножко наговорила немножко рабочего процесса своего вот пишите свое впечатление от него нравится ли он вам спасибо за просмотр